Это новости в форме. С вами Александр Микульчик. Добрый вечер. Во Дворце независимости президент Беларуси Александр Лукашенко наградил лучших выпускников и преподавателей учреждений высшего образования. Глава государства наградил за отличные успехи в учебе и активную общественную деятельность 15 человек. В числе них курсант 4-го курса общевойскового факультета военной академии Иван Середин. В Ельском районе Гомельской области пограничный наряд Музырской заставы при помощи боевого оружия и средств подавления пресек нарушение воздушного пространства квадрокоптером, летевшего с украинской территории в Беларусь. Кроме того, накануне на этом же направлении в ходе проведения оперативных мероприятий выявлен тайник с компонентами для изготовления самодельных взрывных устройств. Обнаружены контейнеры с двумя килограммами пластичного взрывчатого вещества. Пограничники во взаимодействии с военными продолжают в усиленном режиме контролировать всю обстановку на земле и воздухе на южных рубежах. В вооруженных силах продолжается проверка боевой готовности отдельных воинских частей и соединений. В выполнении задач по прикрытию государственной границы участвует дивизион реактивных систем залпового огня «Полонез». В назначенном районе военнослужащие оборудовали и замаскировали места для размещения личного состава и техники. В данный момент бойцы продолжают выполнять задачи по предназначению. Дивизион вышел в назначенный район с полным боекомплектом. Заступил на боевое дежурство по назначенным объектам. Готов выполнить задачи по нанесению ракетных ударов на дальность до 300 км в течение 20 минут. В воинских частях и соединениях солдаты из числа нового пополнения совершают 50-километровые марши на автомобилях. Водители отрабатывают навыки передвижения в составе колонны и действия в различных условиях обстановки. По итогам экзамена специалисты получат допуск на управление транспортным средством. Могилев празднует 80-летие со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков. По всему городу проходят торжественные и памятные мероприятия. Местные жители и гости областного центра возлагают цветы и венки к местам воинских захоронений. Вечером субботы на набережной Днепра планируется праздничный салют. На военном факультете Белорусского государственного университета состоялся выпуск офицеров. Диплом об окончании высшего учебного заведения получили 29 человек. В конце торжественного мероприятия лейтенанты принесли клятву офицера на верность Родине. Это были новости в форме. Смотрите нас в понедельник на ютуб-канале ВНТВ Белоруссии, медиаплатформе Индекс Дзен и в наших социальных сетях. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова